В субботу в России отмечали праздник. Торжества проходили тихо. Также тихо проходит и работа этих людей. Речь идет о центре специального назначения ФСБ России Вымпел. Его создали в августе 81-го. И первым руководителем был легендарный советский разведчик Юрий Иванович Дроздов. Задач у группы много. Есть среди них и контртеррористические в России и за рубежом. Практически все, что связано с Вымпелом, находится под грифом «секретно». Но мы связались с человеком, который помнит, как все начиналось. По уровню подготовки, того Вымпелом, ведь каждый подготовленный человек стоил миллион долларов. Это центры подготовки, это базы подготовки, это техника, это обучение, подбор состава. Это много слагаемых. Совокупность способностей, которые позволяют ему выполнять разведывательные задачи за рубежом в условиях не повышенного, а просто высочайшего риска. То есть IQ у него должно быть запретить? Умение, умение легко устанавливать взаимоотношения с людьми и закреплять их. Установить легко. Вы пошли на улицу, познакомились, попробуйте закрепить. Сейчас с нами на связь выходит другой ветеран Вымпела, участник 450 секретных операций Валерий Киселев. Добрый вечер, Валерий. При вашей трудной работе скажите, как вам удается сохранять такие добродушные лица? Мы были готовы идти на смерть, но улыбаясь. Повезло нам в жизни, мы не погибли. Мы, так сказать, выполняя операции, прошли рядом с этой... Вы помните, тетушку там с косой такая в черном вся. Валерий, ведь есть такая легенда, что бойцы Вымпел, они чуть ли не бессмертные. Начиная где-то, наверное, с 83-го года по 93-й год, потери уже в наших подразделениях не было. Хотя участвовали мы в огромнейшем количестве операций. Скажите, а говорят, что в Вымпеле каждый сотрудник знает минимум два языка. Это действительно так? Были люди, которые знали по 4-5 языков. У нас были специалисты, которые владели языком таким, как суахили. А на этом языке говорит только одно племя, что называется в Африке. Их миллион человек. Кстати, Обама из этого племени. Насколько я помню, в начале 90-х у Вымпела было очень трудное время. Группу из подчинения КГБ передали в МВД. Вот почему это произошло? Вокруг Советского Союза около 500 баз противника натовского окружения, на которые были нацелены группы специального назначения Вымпела для уничтожения. Чтобы не вышли корабли с ядерным оружием, не взлетели ракеты, чтобы не было уничтожения нашей страны. Одно из условий сотрудничества с нашими врагами, друзьями, партнерами, американцами было, чтобы таких подразделений, как Вымпел, больше не существовало. Спасибо вам, Валерий. А напомню, в 1998 году Владимир Путин подписал приказ о возвращении спецподразделений Вымпел в состав спецслужб.